всем привет весьма интересная тема сегодня прочитаю 63 года журнал номер один семья на весах зачем ставят контрольный улей нужно ли его оставить ну и вот именно на эту тему кто-то скажет что ты нам рассказываешь мы это все знаем надо знать сколько меда принесут ну пожалуйста выслушайте и ставьте лайки подписывайтесь не забывайте сказать спасибо я стараюсь бесплатно для вас и это мое желание чтобы все пчеловоды могли получить полные полезные знания которые можно употребить на своей пасеке для вашей же пользы и так читаем ранней весной при расстановке на тачке ульев с пчелами один из них ставят на десятичные весы для наблюдения за изменениями веса семьи в течение сезона сейчас разные весы электронные есть так что назначение такой семьи сообщать пчеловоду о колебаниях взятка при весе весной говорят о появлении поддерживающего взятка летом семья на весах дает возможность судить о начале и размерах главного взятка и его конце соответствии с этим наблюдением пчеловод может вовремя ставить или снимать магазины добавлять гнезда суш и так далее например при взятке 4 килограмма в день на шестые сутки требуется 12 свободных сотов для складывания и обработки поступающего нектара это очень важно обратите внимание некоторые поставили свои улья говорят та что то они так плохо носят так нету свободных сотов и обратите внимание тут написано поступающего нектара нектар всегда имеет очень много воды его надо выпаривать пчелам нужно большое количество сотов они не заливают нектар полностью полную ячейку они заливают одну треть ячейки и выпаривать его а потом несколько раз при уже выпаренный нектар переработанных уже как мед тогда складывать верхние части сота и далее и при более интенсивном взятки их будет уже недостаточно руководствуясь показанием весов пчеловод избежит нет нет добора меда своевременно обеспечив пчел старой тарой под нектар то есть пустыми сотами семья на весах приобретает особое значение а в незнакомых пчеловоду местах например при кочевках это по своему существу сигнальный улей необходимая принадлежность пасеки почему-то его принято называть контрольным несмотря на то что он не контролирует а лишь показывает колебания взятка название же контрольный неправильно ориентирует учетчиков и контролеров на необходимость проявлять работу пасеки по его показаниям имеется в виду это в то время были колхозы совхозы и все старались а проконтролировать чтобы не ушел мед налево и вот эти контролеры придумывали всякие курьезы при этом доходило до курьезов на на например приходилось наблюдать работу не в меру ретивого ревизора который ротовал за то чтобы контрольный улей был бы опломбирован с начала и до конца сезона дабы получить истинную картину медосбора на пасеки необходимо подчеркнуть что по семьям на весах какой бы силы она не было нельзя контролировать работу всей пасеки всякие изобретаемые иногда по данным всеми на весах контрольные цифры и средние показатели по пасеке всегда не точные годятся лишь для ориентировочных подсчетов только самого пчеловода например в самом деле ведь на семья на на весах может во время взятка оказаться в райвом состоянии и исказить действительную картину взятка то есть разные случаи бывают далее известно что во время взятка некоторые семьи увлекаются сбором пыльцы и показания весов отразит при вес не столько меда сколько перги то есть она тоже вес имеет когда вы качаете рамки вы определяете у какая тяжелая рамка посмотрите она вся пыльцой забита поэтому вот это вот качество контрольные весах улей он не дает точной информации но приблизительно дает и он нужно ставить на весы далее читаем наконец наоборот самая продуктивная или особо предприимчиво в отыскании взятка в скобках воровитая семья оказавшись на весах всегда завысит цифры взятка по пасеке она кого-то воровала и такое бывает иногда контрольная семья может сделаться объектом напада а в другой раз местом налета то есть а ее обворовали если семью обворовали то вы смотрите на весы взятка нету взятка нету а или бывает налет то есть бывает даже раи залетает бывают пчелы ослабевшая семью впрашиваются то есть налетела больше пчел и семья стала лучше давать привес среди пчеловодов нет единого мнения о том какой силы семья должна быть помещена на весы средняя или сильная нужно помнить что перед такой семьей не стоит цель определить среднее изменение веса у лев на пасеке это невозможно она должна лишь дать справку о взятке в данное время и сделать это лучше всего может семья сильная ведь у нее больше пчел разведывающих местность следовательно она скорее может отозваться на появление какого-то взятка и заметнее реагировать на него у сильной семьи больше расплода отсюда большее суточное потребление корма безвзяточное время сильная семья резко про просигнализирует пчеловодов о том что для поддержания яйценосности матки нужно стимулирующая подконка или пополнение кормовых запасов обратили внимание что у пчеловодной календаре всегда существуют взяточные периоды и безвзяточные если в своих безвзяточный период вы не подкормите семью или не повезете на вяло текущий хотя бы взяток то она к следующему взятку будет ослаблена и не сможет вам принести допустим взяток с подсолнечника то есть она была за безвзяточный период ослаблена далее читаем наконец незнакомой пчеловоду местности например на качевке только сильная семья покажет что здесь можно получить что-то таким образом семья на весах показывает только колебания взятка то есть принос нектара но не миода еще нектар будет выпариваться чтобы она вполне отвечала предъявляемым к ней требованиям она должна быть по возможности из местных пчел сильной продуктивной неройливой иметь полноценную молодую матку и хорошая чистое гнездо без трутневых сотов чтобы улей на весах не намокала дождя над ним сооружают навес для кочевок такой навес делают разборным ставить улей семьей на весы в зимовники как это рекомендуется в некоторых руководствах нет смысла так как он покажет лишь расходование кормов находясь вне семьи тогда как соседняя семья может погибнуть от недостатка или от какого-либо другого неблагополучия вот такая информация о контрольном улье еще немножко прочитаю несколько вопросов которые весьма интересные и они понравятся вам я думаю потому что это то что интересует пчеловода они всегда задают такие вопросы первый вопрос одинаковый ли корм дают пчелы маточным личинкам и взрослым маткам ответ на этот вопрос нельзя дать точный ответ настоящее время полагать что маточное молочко является продуктом не одной а по крайней мере двух желез в личиночном корме содержится две различные части густая фракция белого цвета которая по-видимому вырабатывается верхней челюстных железах и прозрачная более водянистая которая вероятно вырабатывается в глоточных железах и содержит еще примесь меда какой именно корм пчелы дают матки точно не прослежено можно лишь утверждать что этот корм богат белковыми веществами и близят по своему составу к молочку так как матка получает его от чел кормилиц еще вопрос почему у меня не закристаллизовался откачанный мед ну вопрос интересный правильный и хочу сказать что кто-то любит жидкий мед а кто-то любит закристаллизованы поэтому мы немножко послушаем что здесь отвечает скорость и характер кристаллизации меда зависит от очень многих факторов зрелости меда вида растений с которых он собран химического состава времени откачки сотов способов хранения и так далее кристаллизация меда вызывается наличие мелких зародышевых кристаллов чтобы ускорить кристаллизацию надо взять несколько килограммов прошлогоднего засорена засахаренного меда хорошо растереть таком же количестве свежего после чего влить в посуду с медом и тщательно размешать этим самым свежий мед будет внесен зародышевые кристаллы которые ускорят его засахаривание из моей практики скажу прохладном месте мед быстрее кристаллизуется если вы мед поставите на кухне в шкафчик и естественно когда мед покачаете вы он имеет даже с воздуха может всасывать влагу потому что обычно когда качают этой дожди бывают и воздух влажный лето вот и поэтому его подержать желательно нужно хотя бы две недели открытым чтобы выпарилась часть влаги и я обычно качаю мед ставлю на кухне вот открываю баночки крышечки баночек открытые все и он у меня стоит практически он не кристаллизуется целый год ну мы любим не кристаллизованы но если закристаллизовался другой раз я поставил его в подвал в это помещение где температура понижена вы знаете очень быстро закристаллизовался хотя я живу на стационарной местности и мед одного и того же качества каждый год то есть я вам хочу сказать в теплом помещении 18 градусов по цельсию он менее кристаллизуется холодном быстрее кристаллизуется кто какой любит как тут и написано зависит от способа хранения и времени его откачки из сотов то есть и также зависит еще от состава какой как нектар а с какого растения берутся допустим все знают что с подсолнечника быстрее кристаллизуется с липы или с акации менее кристаллизуется вот так что друзья все зависит еще и от с каких растений берут до встречи ставьте лайки подписывайтесь жду ваших комментариев удачи вам до свидания